Здравствуйте, ребята! Я Пестрецова Ирина Тарна, учитель физики Верчебылинской школы. Сегодня мы с вами решим исследовательскую задачу короны царя Гейрона. Жил в Сиракузах мудрец Архимед, был другом царя Гейрона. Какой для царя самый важный предмет? Вы все догадались? Корона. Захотел из Гейрона сделать новую корону. Золото отмерил ровно, взял немало и немного, сколько нужно. В самый раз. Ювелир дал заказ. Через месяц Гейрону ювелир принес корону. Взял корону Гейрон, оглядел со всех сторон. Чистым золотом сверкает, но и всякое бывает. И добавить серебро можно к золоту хитро, а того и хуже медь, если совесть не медь. И царю узнать охота, честно ли сделана работа. И позвал он Архимеда. Началась у них беседа. Вот корона, Архимед. Золотая или нет? Чистым золотом сверкает. Ну ты знаешь, все бывает. И добавить серебро можно к золоту хитро, а того и хуже медь, если совесть не иметь. Сомневаться стал я что-то. Честно ли сделана работа? Можно ли это, ты скажи, определить? Но корону не царапать, не пилить. И задумался ученый. Что известно? Вес короны? Ну а как найти объем? Думал ночью, думал днем. И однажды в ванной моюсь, погрузился он по пояс. На пол вылилась вода. Догадался он тогда, как найти объем короны, и помчался гейероном. Не обут и не одет, а народ кричал во след. Ты оденься, Архимед! Может быть, землетрясение или в городе пожар. Всполошился весь базар. Закрывались лавки, даже шумы, крики и смятения. Он промчался мимо стражи. Эврика нашел решение. Во дворец принчался он. Я придумал гейерон. Эврика раскрыл секрет. Ты оденься, Архимед! Вот сандалии, хитон, и расскажешь все потом. Пусть весы сюда несут. И с водой большой сосуд. Все доставить гейерону. На весы кладем корону. И теперь такой же ровно ищем слиток золотой. Все понятно? Нет, постой. Мы теперь корону нашу опускаем в эту чашу. Гейерон, смотри сюда. В чашу поднялась вода. Ставлю черточку по краю. А корону вынимаю. В воду золото опустим. В воду золото допустим. Поднялась опять вода. Метку ставлю я. Куда? Ну, конечно же, по краю. Ничего не понимаю. Лишь две черточки я вижу. Это выше, это ниже. Ну, какой же вывод главный? Равный вес. Объем неравный. Понимаешь, гейерон, я сейчас открыл закон. Тот закон совсем простой. Тело вытеснит. Постой. Говоришь, объем неравный. Мастер мой мошенник явный. За фальшивую корону он ответит по закону. А ты за разгадку получишь дары. На том прервалась беседа. Немало воды утекло с топоры. Но помним закон Архимеда и мы. Итак, какая же задача стояла перед Архимедом? Ему нужно было узнать, корона изготовлена из чистого золота или нет. Что он для этого взял? Он взял весы, взял корону и точно такой же массы золотой слиток. Масса одинакова. Что дальше? Дальше с помощью сосуда с водой он выяснил, что объем у короны и у золотого слитка не равны. Какой же был сделан вывод? Архимед пришел к выводу, что корона не из чистого золота, раз объем разный. Скажите, пожалуйста, а вот две метки, которые получились у Архимеда, какая метка соответствует золотой короне, а какая метка соответствует куску золота? Можно ли ответить на этот вопрос? Что же нам для этого понадобится? Нам понадобятся таблицы для плотности. Из вашего учебника. Плотность золота равна 19300 килограмм на метр в кубе. Плотность серебра явно меньше. Плотность меди еще меньше. Это значит, что если мы добавляем серебро или медь, то тогда плотность суммарная будет меньше. А раз плотность меньше, то объем больше. Итак, ответ на наш вопрос. Метка для короны должна быть выше, чем метка для чистого золота, потому что плотность средняя ее будет меньше. Скажите, пожалуйста, а что будет с короной, если мы ее опустим в сосуд с какой-то другой жидкостью? А теперь нашу корону поместим в другую чашу. В этой чаше не вода, но все же жидкая среда. Что же с ней тогда случится? Может даже раствориться. Но всплыть удастся ей? Точно нет. Она плотней. Посмотрите, у самой плотной жидкости у ртути плотность 13600. Это меньше, чем плотность золота. Поэтому даже если взять самую плотную жидкость, то корона все равно утонет. Но ртуть брать не надо, потому что действительно золото может раствориться в ртути. А давайте подумаем над таким вопросом. Закон Архимеда. На тело, погруженное в жидкость, действует в уталкащей силы, равное весу жидкости, вытесненной объемом тела. А как же можно будет применить этот закон нашим каким-то повседневным опытом? Что мы можем сделать? Можно ли, опираясь на этот закон, определить плотной жидкости? Ну, вообще плотная жидкость определяется с помощью прибора, который называется ариометр. А у меня такая ситуация. Я беру сосуд с жидкостью, опускаю туда ариометр, он всплывает, и его шкалы не хватает для определения плотности. Ариометр нам не подходит. А вот закон Архимеда нас спасет. Если тело у нас находится в жидкости, то на него будет действовать три силы. Обязательно сила тяжести, обязательно сила Архимеда. Если прикреплено тело к подвесу, то будет натяжение нитили, какой-то другого подвеса. Если наше тело находится в равновесии, то сила Архимеда будет равна разности между весом тела в воздухе и весом тела в жидкости. Используем это уравнение, из которого легко мы обходим плотные жидкости. Плотные жидкости равна разности веса в воздухе и в жидкости, деленное на ускорение свободного падения и объем погруженной части тела. А как же найти вес тела в воздухе и вес тела в жидкости? Воспользуемся для этого динамометром. Возьмем какой-нибудь предмет. Я беру цилиндрик из прибора Архимеда, прикрепляю к динамометру. Смотрим, вес тела в воздухе 2,8 ньютона. Опускаем тело в жидкость. Видим, что вес уменьшается. Таким образом, находим вес тела в жидкости. А как же найти объем тела? Объем тела можно определить с помощью, допустим, мензурки, у которой есть шкала. А если наше тело очень большое и не входит в нашу мензурочку, как же тогда? Можно будет использовать отливной сосуд. И тогда мы можем определить с помощью мензурки той же самой объем жидкости, которая выливается из этого отливного сосуда. Как же нам еще закон Архимеда может помочь в каких-то других ситуациях? Ну, мы можем, допустим, узнать массу тела. Нет у нас никаких весов, нет у нас динамометра. А массу тела можем определить. Рисуночек у вас перед глазами. Что там находится? Сосуд. В него погружено тело. Сосуд с водой. На тело действует сила тяжести. На тело действует Архимедовая сила. Тело находится в равновесии. Поэтому сила Архимеда равняется силе тяжести. Выражаем массу. Масса равна силе Архимеда, деленной на ускорение свободного падения. А как же найти силу Архимеда? Ну, может по формуле. Сила Архимеда равна произведению плотности, жидкости, но ускорении свободного падения на объем погруженной части тела. Сокращаем ускорение свободного падения и находим выражение для массы. В этом и заключается гидростатический способ определения массы. так называемое гидростатическое взвешивание то есть массу по сути можно сказать что определить можно с помощью мензурки на самом-то деле с помощью мензурки мы определяем объем а дальше уже легко рассчитываем массу сегодня мы посмотрели каким образом можем определить некоторые величины связанные с гидростатикой как определить силу архимеда как определить плотной жидкости как определить массу тела в заключении хочется вам пожелать желаю вам всегда быть на плаву быть к цели невзирая на течение а если в жизни что пойдет не так законах физики ищите вы спасение я желаю вам чтобы слово эврика звучало вашей жизни как может чаще получаете от этого удовольствие спасибо до свидания